Здравствуйте, уважаемые аудиолюбители! Сегодня у нас Blu-ray проигрыватель от компании Yamaha BDS681. Это универсальный бюджетный проигрыватель, без излишних наворотов в виде различных улутсайзеров картинки. Здесь нет даже настроек яркости, контрастности и прочего. Сам формат Blu-ray уже изначально рассчитан на хорошее видео. Разрешение изображения здесь 1920 на 1080 пикселей. Но вот повышение разрешения до 4К, то есть 3840 на 2160 пикселей, здесь возможно. Это для работы с 4К телевизорами. Проигрыватель читает диски Blu-ray, 3D Blu-ray, DVD-видео. И, пожалуй, главная особенность этого проигрывателя, здесь неформально подошли к звуку, к реализации аудиоформатов. Проигрыватель читает CD, Super Audio, компакт-диски. Для повышения качества звука, здесь, во-первых, снижена вибрация при вращении диска на 30%. Также предусмотрено две функции. Это режим Pure Direct, который отключает незадейственные видео, цепи и дисплей во избежание наводок. Впрочем, эта функция встречается довольно часто в подобных устройствах. А вот вторая функция, CD-MOD, которая переключает проигрывателя для работы с частотами дискретизации компакт-диска 44,1 кГц, а не 48 кГц, как у видеодисков. Вот эта функция, она встречается нечасто. ЦАП здесь 32 бита, 192 кГц. Переключатели режимов Pure Direct и CD-MOD эффективны не только при проигрывании дисков, но и сетевых файлов. Здесь поддерживаются файлы MP3, WMA, AAC, LPCN, DSD и практически все кино-аудио форматы, включая Dolby Atmos и DTS HD. Flaky Alllaky проигрывает с качеством до 24 бит, 192 кГц, а DSD с частотами 2,8 и 5,6 мГц. Он читает перезаписываемые болванки CD, но вот болванки Super Audio CD он не читает. Но это требования правообладателя этого формата. Файлы читает не только с флешек, но и по сети, через интернет и Wi-Fi. Модуль Wi-Fi здесь встроенный. Также есть функция Miracast. Это когда с мобильных устройств, например, с планшета, по принципу Wi-Fi Direct, на него можно транслировать музыку, видео, фотографии, именуя другие устройства. Итак, проигрыватель весит 2,7 кг. В комплект входит пульт дистанционного управления и инструкция с информацией на русском языке. Видим на передней панели порт USB-A. Всего здесь два порта USB-A. Еще один находится на задней панели. Кнопка включения в сеть. Центрально расположенный лоток. Довольно информативный дисплей. Здесь вот светодиод загорается в зависимости от того, что мы слушаем, Super Audio или CD. Вот кнопочки функций CD Mode и Pura Direct. Частью функций можно управлять с передней панели, а всеми функциями с пульта дистанционного управления. На задней панели есть аналоговый выход. Еще один порт. Вернее, вот это вот выход HDMI. HDMI. По HDMI здесь у нас передается как видео с масштабированием до 4К, так и передается, значит, аудио, DSD, DSD. Также передается через этот порт HDMI. Есть коаксиальный выход, оптический выход. Значит, порт для подключения интернет и еще один разъем USB-A. и гнездо под съемный сетевой кабель. А теперь простой вопрос, если, наверное, не ошибусь, который интересует многих. А вообще, вот все-таки, вот, честно, музыку-то на нем все-таки можно слушать и получать удовольствие. Вот, вы знаете, вот, все-таки, учитывая вот собственный опыт, вот, вот, как бы, чтобы не быть голословным, скажу, что у самого до сих пор имеется в наличии даже не Blu-ray, а DVD-проигрыватель. Брал его еще в начале 2000-х годов. DVD-проигрыватель. То есть он еще дешевле этого и проще, чем вот этот вот Blu-ray-проигрыватель. Так вот, на тот момент, когда я брал этот DVD, я специально не буду называть его марку. на тот момент у меня был специализированный проигрыватель CD, специализированный. Цена его была 600 долларов. Он был от очень именитой фирмы. Сделан он был в Японии. Так вот, вот этот вот недорогой DVD-проигрыватель, который, кстати говоря, тоже поддерживал Super Audio, поддерживал, вот, естественно, CD. Вот этот вот недорогой DVD-проигрыватель после несложного, буквально копеечного апгрейда он переиграл этот CD-проигрыватель дорогой. Просто вот переиграл его. Хотя вроде бы формально вот звук CD был и чище, вроде и более правильный. Но вот почему-то музыку на нем слушать не хотелось. Как-то все вот уныло подавалось, неинтересно. А на этом DVD, на моем, переделанном, я слушал музыку с удовольствием. И до сих пор слушаю на нем музыку. А тот накрылся медным тазом CD-проигрыватель. Хотя я и сделан был в Японии. А этот, сделанный в Китае, до сих пор мне служит верой и правдой. Я и фильмы на нем смотрю, и музыку слушаю иногда с удовольствием. Почему иногда просто сейчас более совершенные появились источники. Так, значит. По поводу теперь вот апгрейда, недорогого апгрейда. Ну и скажете, а зачем брать новую вещь, если делать апгрейд? Для чего? Ну, вы знаете, апгрейд несложный. Тем более, что и внутрь-то залазить не нужно. Это, конечно, решать вам, сделать или нет апгрейда. Но, вы знаете, вот, не помешает. Иногда не помешает. Нет, конечно, из Жигулей мы Мерседес не сделаем. Мерседес мы не сделаем. Но что-то похожее на Волгу получится. А апгрейд, ну, буквально копеечный. И уровень качества звучания можно приблизить, ну, по крайней мере, бюджетным также проигрывателем. В любом случае, музыку слушаешь с удовольствием. Конечно, специализированный проигрыватель CD никто не отменял. И, наверное, если в прямом сравнении их сравнивать, то он все-таки, наверное, переиграет. В большинстве случаев DVD или Blu-ray. Но все-таки есть частности. Вот то, что я вам рассказал, вот когда вот у меня, например, он переиграл. Именно специализированный CD. Итак, в чем апгрейд заключается? Ну, во-первых, вот у многих CD специализированных, у них тяжелее корпус, но ведь корпус мы можем увеличить. За счет просто вот, берем просто лист, вырезаем, либо мрамор, мрамор толщиной, скажем, полтора сантиметра, либо толстое стекло, матовое, черное. Накладываем сверху. Во-первых, сразу и смотрится красивее, как-то более респектабельный сразу вид становится. Во-вторых, эффективно вибрации подавляются. Более стабильно начинает считывание работать, более звук, к словам, интереснее. Опять же, виброразвязка нехитрая, резиночки, конуса. И самое главное, что вот здесь вот эти проигрыватели допускают, вот многие из них, что мы можем здесь присоединить более качественный кабель. Не обязательно брать дорогой сетевой кабель. Можно сделать просто недорогой там из куска акустического кабеля, скажем, из того же кабеля от компании AudioQuest акустического. Можно сделать весьма хороший силовой кабель. Я вот сделал, например, подключил его к этому, DVD к своему недорогому. Вот вы знаете, вот заметно улучшилось качество и картинки, и звука. Удачи вам! Всего самого доброго! До свидания!